Александр Григорьевич, глядя на эту зиму, нынешнюю зиму, мне сейчас очень хочется затронуть тему изменения климата. Потепление затронуло наш южный регион, в частности Гомельскую область. Вот как вы оцениваете последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны? И как вы думаете, все-таки может быть Беларусь в чем-то и выиграет от этой ситуации? Где-то выиграем, где-то поначалу можем проиграть, если быстро не развернемся. Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Сегодня уже вы живете в климатической зоне южнее Киева, как раньше было южнее Киева. Мы как раз сегодня обсуждали эту проблему с новым губернатором, и я его попросил до посевной кампании определиться, что вы будете возделывать, что вы будете высевать. Может быть не везде, это точно зерновые культуры, у вас пшеница, ячмень, может быть побольше кукурузы, хотя вы кукурузный край. Может какие-то другие эти уже культуры мы опробовали с учеными, арбузы и прочее, это мелочевка, их надо давно уже возделывать. Я это попробовал у себя, ну и потом мы получили в этом году под 300 тонн картофеля на маленьком там участке, 5 гектаров, огромный был урожай. Мы тоже отдали, вот монастырь сегодня, завтра отвезут, что осталось картошки. Даем людям, мне же она зачем. Кому-то семена, потому что это новые сорта, семена даем, Академия наук помогает. То есть я лично даже занимаюсь этим для души, просто ищу новые сорта. Я убедился, что эти арбузы, это же трудно было представить раньше, что мы их будем там, на севере, под Минском возделывать. Занялись овцеводством, будем вам поставлять племенной скот, у вас тут есть хозяйство одно наше побывали, то есть занимаемся разведением новых пород животных, чтобы мясо получить. Но вам надо сегодня уже не думать, а брать то, что мы опробировали из сельхозкультур и возделывать здесь в Гомельской области. И губернатору, я сегодня сказал, что этот год будет для него определяющим. Или мы поднимаем Гомельщину на нужный уровень, или мы будем принимать жестокие меры в сельском хозяйстве, как в Витебской области. Но вы скатились очень серьезно в сельском хозяйстве. И это не только потому, что тут Чернобыль, людей не хватает и прочее. Слабая организация, это сейчас и губернатор мне говорит, упустили некоторые вопросы. На селе сегодня не надо много людей. Прошла энергонасыщенная техника. Один трактор заменяет 10 тракторов того периода, когда я работал в сельском хозяйстве. 10! Это значит не 10 механизаторов, нужен один. Только надо это организовать, надо беречь этот трактор. Продолжение следует...